Добрый день! С вами Дови и Наташа, художник компании Таир. Сегодня хочу показать вам, как создавала третью картину из серии про утренний кофе. На этот раз в главной роли родной город Санкт-Петербург. Для начала создаю фонд стола, на котором лежат газеты. Мне хотелось сделать имитацию мрамора, потому что в Санкт-Петербург мрамор-гранит – это прямая ассоциация в моей голове. Я решила использовать спиртовые чернила, потому что это самый простой и увлекательный способ создать подобие камня. Чтобы чернила хорошо разливались на холсте, нужно его дополнительно покрыть двумя-тремя слоями акрилового глянцевого лака. Капаю чернила на участок, смоченный за пропилом спиртом, и делаю красивые сер-фиолетовые разводы. Затем тонкой кистью прорисовываю некоторые прожилки. Примеряю первую газету, отрезая лишнее. Декупажным клеем густо промазываю место под приклеиванием. Газету кладу на канцелярский файл лицевой стороной вниз. Сбрызгиваю водой и разравниваю кистью. Переношу газету прямо на файле, прикладывая к холсту. Выгоняю пузырьки воздуха, разглаживаю бумажной салфеткой. Снимаю файл и сверху промазываю декупажным клеем. В первое время сырые газеты сильно просвечивают, но когда они высохнут, это уйдет. Приклеиваю вторую страницу таким же способом. Затем приклеиваю третью страницу газеты, состоящую из театральной афиши. И вот тут мне немного не повезло. Это была другая газета худшего качества. И при намокании чернила, которыми была выполнена печать, слегка поплыли и подтонировали всю газету в сероватый оттенок. Меня это не сильно расстроило, потому что в целом хотелось придать атмосферу паспортного питерского утра, в котором туман висит прямо в воздухе. Но на будущее я решила заранее проверять газеты на их поведение при намокании. Глянцевым лаком закрываю весь мраморный фон. А газеты после высыхания покрываю матовым лаком. Продолжаю создавать историю. На газету приклеиваю билет в Мариинский театр. Там, где билет заходит на блюдце, слегка сошкуриваю его наждачной бумагой, чтобы не было заметно ступеньки перехода. Делаю подбилку под блюдце с чашкой. Конечно, я решила делать в качестве узора коблитовую сетку, визитную карточку ЛФЗ. Этот узор придумала художница завода Анна Адамовна Яцкевич. Сервиз в таком цветовом исполнении в 1958 году получил золотую медаль на Всемирной выставке Брюсселия. Притеняю кружку блюдца и под ним. Завариваю кофе. Прорисовываю пенку. Добавляю золотых элементов краской Доколор. Затем делаю подбилку под чайную ложечку. Я специально не делала ее сразу, потому что рисовать геометрический кобальтовый узор было проще на идеальном круге. Прорисовываю узоры на мельхиоровой ложке. Добавляю ложки металлического блеска, протонировав ее сильно разбавленной серебряной краской. Делаю подбилку под конфету. Вы бы знали, какие конфетные дебаты были в нашей студии о том, какую именно конфету рисовать. Мы все были точно уверены, что это должно быть изделие в фабрике имени Крупской. Но никак не могли выбрать, какую именно конфету взять. Наконец, мы сошлись на серии сокровищ Ромитажа. Было, конечно, искушение приклеить настоящую оберку, но в результате решила нарисовать ее немного в наклоне. На стол бросаю красную розу. В выборе цветка у меня не было никаких сомнений. Мне кажется, по родному Петербургу идеально подходят именно розы. Затем беру глянцевый акриловый лак и покрываю фарфор, ложку, конфету и розу. Гляньте, вскрываю от краски и получается тот самый контраст, на который я рассчитывала изначально. Серость газет и яркие красные и белые оттенки. Промокшие газеты, горячий кофе, билеты в театр. Я надеюсь, что мне удалось придать атмосферу Петербурга. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваша ассоциация с Санкт-Петербургом. И что еще можно было бы изобразить на подобной картине. Я собираюсь продолжать серию картин про утренний кофе. Так что принимаю советы и по другим городам или странам. Творите с удовольствием и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok